Привет всем любителям стратегических игр! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и значит вы на канале Лёша Играет. 11 сентября Amplitude Studios выпустят большое дополнение... Ну не знаю, просто дополнение скажу. Просто дополнение культуры Океании и большой патч обновления под названием BUNNY. Культуры Океании платное дополнение, а обновление вот этой BUNNY будет бесплатное. Мне уже это всё дали заранее. Разрешили опубликовать информацию 8 сентября. Я немножко уже поиграл, посмотрел и расскажу, в общем-то, что здесь во всей этой фигне будет. Что же будет в дополнении к культуре Океании? Ну до этого примерно такое же выпускала Amplitude Studios к культуре Африки и культуры Америки. Вот теперь Океании. Значит, 6 новых культур по эпохам для каждой эпохи. Например, для древнего мира Памангуанг, для античности полинезийцы, для средневековья Рапануи, для ранней современной эпохи, скажем, возрождения Маури, для индустриальной эпохи гавайцы, и, наконец, для современности Новой Зеландцы. По-моему, немножко странный выбор, конечно, культурного пака. Ну, серьёзно, многие вообще из вас любят культуры Полинезии. Даже в Циве, они там, конечно, на своих индейцах поехали, то есть там всякие Мапучи, Шашоны, Кри и прочее. Но их не так много, не целый пак. Вот просто серьёзно, неужели вот прям хочется купить пак полинезийских культур? Ну, и кроме культур, там ещё плюс, к тому же, шесть чудес. Айтутаки Лагун, Бунгл Бунгл Рейндж, Улуру, это единственное, что из того, что я тут читаю, я в курсе, Вакаари Вулкан, Королевский дворец Папи-Эте и Обсерватория Мауна-Кея. Так, вру, Обсерватория Мауна-Кея тоже мне известна. Кроме того, ещё добавится 15 событий, в зависимости от вашего геймплея, которые вы можете увидеть. В общем-то, вот, шесть культур по одну на каждую эпоху, шесть чудес и 15 событий. И это продаётся, например, в США за 8 долларов, в Украине что-то в районе 6 долларов, в России игра не продаётся. Сорянушки, ну, вроде как переведена, кстати. Кстати, честно говоря, ну, я не очень понимаю вот такой выбор дополнения, чтобы его продавать. Такой выбор культур, скажем так, и такой выбор, вот, на чём сосредоточиться. Прямо напишите мне в комментариях, многим из вас интересны культуры Полинезии вообще. А вот обновление выглядит интересным, потому что там обещают переработать корабли, воздушные юниты и ракеты, ввести новые корабельные классы, изменить битвы на море, увеличить зоны, в которых могут входить войска в битву, при этом на сам размер битвы это не влияет, увеличить количество ресурсов, переработать требования к ресурсам у юнитов, переработать внутренние торговые пути, зарубежные торговые пути, сделать новый экран торговли и поменять возможность воровать ресурсы и грабить караваны. В общем, у меня это уже сейчас есть в игре, давайте я буду разбираться. Сразу первое нововведение. Теперь ресурсы могут быть не в одном количестве, а больше. Вот, например, у нас лошадей здесь две штуки. Когда мы их обработаем, это будет считаться, что у нас две лошади. И это касается всех ресурсов. А вот культура из древнего мира с нового обновления культуры океании. Пама Ньюнга. Влияние от достопримечательности плюс 3 и влияние от чудо-природы плюс 5. Уникальный юнит метателей бумерангов. Стрелок. Игнорирует штрафы на перемещение по лесам. Восстанавливает прочность вне пределов нашей территории. То есть может лечиться за пределами. И, наконец, уникальное строение. Земледельческий квартал. Квартал ловушки для рыбы. Позволяет строить на прилегающих клетках новые округа. Плюс 2 пищи. Ячейка земледельцев. И минус 10 стабильности на город. Пища за каждое соседство с рекой плюс 2. Давайте попробуем. Вот как я в их одежде выгляду. Ну, просто какой-то шарфик. И, похоже, половой коврик вокруг себя обмотал. Другая интересная штука. Переработали требования ресурсов для строительства юнитов. Вот, например, всадники. Где они тут? Вот всадники. Конные разведчики. Теперь требуют 4 лошади. Кто-то может сказать, блин, так раньше же вроде одну лошадь требовали. Как же мы теперь с 4-мя? Даже несмотря на то, что теперь увеличивается количество ресурсов. У меня тут 2 лошади. А требуется 4. Так что теперь вообще хрен построишь. А нет, они ввели другое послабление. Если вам не хватает ресурсов, если вам не хватает ресурсов, вы юнит все равно можете построить. Он просто будет дольше строиться. Вот, конные разведчики. Видите, внизу написано... А, вы не видите за моей милой рожей. Внизу написано, что без указанного числа ресурсов стоимость возведения увеличивается на 50%. Вот мне как раз 50% не хватает. У меня 2 лошади, а требуется 4. Значит, он будет... Так бы требовалось меньше производства, а сейчас требуется 34 производства. Вот и все. То есть, теперь, даже если вам не хватает ресурсов, юнит будет строиться. Другой вопрос, мне интересно, а если вообще нету лошадей? То есть, тогда увеличится на 100%, но все равно можно будет построить, да? Ну, тогда, конечно, возрастает роль производства в этой игре. Ну, посмотрим. Посмотрим. Переработана система торговли. Например, внутренние торговые пути зависят от ресурсов, которые вы обрабатываете. И теперь вот вы, например, вот здесь я обрабатываю чай, да? Здесь обрабатываю медь. Оно не означает, что оно как бы сразу добавляется. Оно теперь идет по торговым путям. Вот, например, медь идет сюда, да? Вот отсюда у нас шафран идет, отсюда фарфор. И соперники, там, или скрытые отряды, или варвары могут эти ваши внутренние караваны разграбить. Потому что раньше это было только касалось международных торговых путей. Теперь это касается и внутренних торговых путей. То есть, вот где-то стоя здесь можно разграбить наш карафан. То же самое касается и каравана соперника. Сейчас я попробую попасть на путь их каравана и его как-нибудь разграбить. Как видите, можно теперь выбирать количество ресурсов покупаемых. Ну, от этого, видите, зависит и стоимость каравана. И после того, как я купил ресурсы у Майя, вот появился торговый путь от Майя ко мне. Вот как действует разграбление международных торговых путей. Вот я вижу, у меня сейчас война с оранжевым. И вот я вижу, что тут идет торговый путь. Международные торговые пути теперь соединяют только столицы стран. И вот тут у него идет торговый путь. Вот тут его аванпост. У нас есть кнопочка «Похитить ресурсы». На аванпосте нажимаем. И я так понимаю, в течение хода по... Ну, сейчас увидим, в общем-то. Вот у нас плюс. Шафран, причем мы воруем вот у этого. Хотя война у нас с оранжевым идет. Вообще, обратите, что вот появился новый экран торговли общий. Вы тут можете сразу покупать ресурсы без необходимости пролистывать каждого вашего соперника, у кого что продается. Здесь показывается торговля, ваши внутренние торговые пути, источники ресурсов, недобытые ресурсы. Ну, и армию можно включить. А также переключить чисто ваши торговые пути или все, чтобы международные торговли видны. Ну, и вот здесь видно, с кем вы не торгуете. И с кем вы можете торговать, какие ресурсы можете купить и за что. По-моему, становится намного удобнее. Из важных изменений, как мне кажется, это все. Разбираться в перебалансировке классов кораблей и битв кораблей, что они там сделали, это надо в длительной игре. Может быть, я 11 числа постримлю тогда Humankind. Ну, конечно, зависит от ваших комментариев и лайков этому видео, надо ли это стримить. То есть, тут половина изменений, это то, что они сделали разные классы кораблей, что они теперь классифицируются как-то по-разному от эпох, и битвы их по-другому действуют. Дело в том, что я в Humankind не то чтобы как-то часто морскими кораблями дрался, честно вам скажу. Ну и вот интересно, как у бомбардировки и ракеты изменились, потому что, как они пишут, как-то изменена противовоздушная мощь, как-то можно будет самолетам и ракетам что-то противостоять. Ну, посмотрим, посмотрим. Забыл рассказать, что патч еще добавит абсолютно бесплатно культуру карибских пиратов. Вот уникальный юнит Буканьеры, юнит тоже Слуп. Интересно, конечно, будет поиграть, но, по-моему, есть и более интересные культуры для добавления. Тем не менее, абсолютно бесплатно вот в патче вот эта культура добавится. В общем, вот такое обновление, вот такой патч 11-го числа выйдет, и вот такое дополнение культур Океании. Ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях, пожалуйста, и, возможно, 11-го числа после выхода я постримлю Humankind. На этом все, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры, обратите внимание на это обновление. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok